Задвижки и датчики этого теплового пункта буквально открывают дверь в мир цивилизации для жителей восьми многоэтажек. С этого дня люди могут пользоваться горячей водой летом. Грели, постоянно кастрюли, приходилось детей купать, несколько заходов. Это людей очень напрягало и не устраивало. И не бояться кипятка из кранов зимой. Зимой температуру у нас достигало, когда мы кран открывали до 103 градусов. Вы понимаете, что это и для людей травмоопасно, и по СанПИ нормам она не соответствовала. 17 лет тепловой пункт стоял полностью оборудованный и готовый к работе. Но обеспечивать дома горячей водой не мог. К нему не были подведены трубы. Когда новостройки сдавались в эксплуатацию, водоснабжение было подключено по временной схеме от системы отопления. На постоянку перевозить не торопились. После многолетних неудач жители обратились в мобильную приемную губернатора. И сразу после этого дело пошло. Мы завершили часть этих сетей, которая позволила нам дать сюда воду. Договорились с самарскими коммунальными системами. Они опрессовали, они провели работу, сделали химический анализ воды, бактериологический анализ воды, который подтвердил, что да, вода, поступающая в ЦТП, должного качества, соответствует питьевому. Сегодня тепловой пункт работает в нормальном режиме. В течение месяца все документы по передаче его в муниципальную собственность будут оформлены. Но этот момент уже чисто юридический может жить или не волновать. С сегодняшнего дня они могут наслаждаться жизнью полной мобильной. Ситуации уникальны, говорят специалисты. В Самаре больше таких случаев не было. Все обращения в мобильную приемную губернатора имеют свою специфику и определенную сложность в разрешении. Но новый формат, когда специалисты выезжают на место, помогает быстрее разобраться в проблеме. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События.